Сломанный цветок тагетиса – всё, что осталось от некогда цветущего рая. Только пару недель назад газон вдоль улицы Осипенко украсили яркими цветниками, петуньями и бархатцами. Теперь же с одной клумбы цветы пропали полностью, с других – частично. Ольга Жарова была в шоке, когда увидела, как расправились с плодами её труда. «Я постоянно хожу здесь на работу. Мы сажаем в такую жару цветы, наоборот, в город, чтобы было красиво, всё и такое вот». В недоумении и жители. Мимо не смогли пройти, решили пожурить воров. «Где совесть? Остановитесь! Жадность одолевает! Бестыжие!» Эту табличку написали жители ближайших домов, как крик души, протест против цветочного вандализма. Не только совести нету расхитителей, но и уважение к людскому труду. Каждый цветочек из маленького семечка несколько месяцев растили в теплице, потом высаживали на клумбу, чтобы они радовали всех жителей города. Теперь городские цветы, видимо, украшают чью-то дачу или балкон. Удивляют масштабы. С этого газона похищено около пяти сотен цветов. Сотрудники спиццерям стройзеленхоза восстанавливают клумбы и подсчитывают ущерб. А ведь по плану в это время должны были украшать цветами другие улицы. В этом году цветы сажают не только в парках и скверах, но и просто вдоль улиц. «Там, где большой поток людей, чтобы видели, что наш город становится чище, что наш город становится краше. Хотелось бы как-то призвать жителей все-таки ценить труд людей и относиться к родному городу, как к родному городу, а не к чужой сторонке. Нам здесь жить». Эти тагетисы должны были набирать цвет в питомнике, но переехать на клумбы пришлось раньше из-за такого форс-мажора. «Все движется по кругу и так или иначе оно потом возвращается к нам. Соответственно, выкопав цветок, украв его, нарушив красоту и гармонию этой клумбы, по большому счету человек очень сильно вредит самому себе». «Воспитывать людей, наверное. Ну а что с ними еще можно сделать?» «Охрану же не поставишь. Не поставишь. Я тоже не знаю, как бороться. Я сама учу своих внуков. Даже мусор маленький, пока не несем на мусорке, они не выкидывают». А ведь вопрос не только в морали. «Кража цветов. Она и есть кража, независимо от суммы ущерба». Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.